Привет! Вы находитесь на нужной волне, на волне компании «АвтоСтронг-М». Помните, что у нас 100 тысяч запчастей, которые доступны каждому. Так что звоните, пишите, вас ждет гарантия, отличный сервис и быстрая доставка. Помимо всего изобилия на нашем шестиэтажном складе у нас очень большой выбор АКПП. И прямо сейчас мы разберем маленький дизель от Peugeot объемом 1.5. Полуторалитровый двигатель TU-D5 выпускался с 1994 по 2003 год. У этого двигателя чугунный блок, алюминиевый ГБЦ, один распредвал и 8 клапанов. Гидрокомпенсаторы отсутствуют, тепловые зазоры регулируются шайбами. За впрыск топлива отвечает распределительный ТНВД Bosch либо Lucas. Турбины нет. В общем, здесь все достаточно просто. Данный двигатель устанавливался на Peugeot 106, Citroen Saxo, Citroen Xara, Nissan Micro 2 и Rover 100. Развивает 57 лошадиных сил. Мы будем разбирать двигатель с Peugeot 106 последнего года выпуска 2003 с пробегом 160 тысяч километров. Двигатель у нас дефектный, подклинивает при прокручивании. Мотор у нас очень простой. Анатолий, я разберу этот мотор за 6 минут. А я за 5 минут. Разбирай. Моторчик у нас хоть и простой, но оборудован системой EGR. По вот этой вот трубочке выхлопные газы идут во впускной коллектор, когда клапан EGR открывается. Обычно с такими простейшими системами ничего не случается. Но даже если пропадет вакуум, который открывает клапан, и клапан не будет от этого открываться, то мотору даже станет от этого легче. Здесь мы видим первые признаки технологичности. Вот такая деталь. Здесь кронштейн для топливного фильтра. Здесь корпус, в который помещается термостат. И здесь есть датчик температуры антифриза. Ремень ГРМ приводит ТНВД, распредвал и помпу. Ремень ГРМ надо менять каждые 130 тысяч километров, либо же раз в 10 лет. Но при сложных условиях эксплуатации менять ГРМ надо раз в 80 тысяч. На данные моторы устанавливались распределительные ТНВД Lucas 070 и, как в нашем случае, Bosch VP20. Это разновидность механического Bosch VE, но с потенциометром рычага нагрузки и с электромагнитным клапаном автомата опережения впрыска. Также двигатель оснащен одной форсункой с датчиком поднятия иглы. В ТНВД Bosch 1 плунжер для создания высокого давления топлива, а в ТНВД Lucas 2. Главное отличие, что в ТНВД Lucas управление электронное, а в ТНВД Bosch полуэлектронное. Вообще эти насосы очень надежные и живучие. Максимальное давление впрысков всего лишь в 350 бар. Очень интересно, что лет 10 назад в Европе такие простые дизеля ездили на отработанном растительном масле. Причем двигатель работал отлично и не только Peugeot, но и такие марки как Volkswagen, Nissan, Isuzu и так далее. Обычно простые распределительные ТНВД нуждаются в переборке из-за негерметичности их корпусов. Но эта проблема очень легко решается комплектом прокладок. Также может выйти из строя клапан остановки подачи топлива, из-за чего двигатель не заводится. Основной враг такой топливной системы – это завоздушивание. Когда присутствует воздух в топливной системе, то двигатель теряет мощность и работает неровно. Для того чтобы контролировать воздух в топливной системе, нужно ставить вот такие трубки перед ТНВД, прозрачные. То есть на всасывающей линии подсос воздуха может также присутствовать и еще в обратке. Если мотор работает ровно, но не развивает максимальных оборотов и плохо тянет, то проблема может быть в давлении топлива в линии подачи. Это может произойти из-за засорения топливного фильтра. По мере износа ТНВД либо же после его переборки надо отрегулировать положение плунжера, а также пусковую подачу топлива. Но здесь без специалиста не обойтись. Стоит отметить, что форсунки, что Lucas, что Bosch очень надежные, ремонтопригодные и детали для их ремонта доступны в продаже. Простейшая дизельная конструкция. Один распредвал по два клапана на цилиндр, гидрокомпенсаторы отсутствуют, а здесь мы видим те самые шайбы, которыми регулируются зазоры. По ГБЦ у нас никаких вопросов нет, никакого нагара и клапаны четко сидят в своих направляющих. Напомним, что впрыск здесь раздельный, то есть форсунки впрыскивают топливо в вихре камеры. Стоит отметить, что вот такую старую олдскульную прокладку металлопакет пробивает при больших пробегах. Нас еще настораживает обилие масляного налета во впускных каналах. С чем это связано, пока нам не понятно. Распредвал у нас в отличном состоянии. Обратите внимание на здоровый черный цвет масляной пленки. Для дизеля это нормально. Знатоки говорят, что масло в дизеле чернеет из-за системы EGR. В этом двигателе система EGR в зачаточном состоянии и работает не интенсивно, но масло все равно черное. Черным масло делает сам дизель, то есть картерные газы, в которых много сажи. В цилиндропоршневой группе придраться нам не к чему. Хон реально как с завода, никакой выработки, но еще бы, ведь пробег всего лишь 160 тысяч километров. В поддоне у нас достаточно чисто, никаких сгустков и отложений. Маслонасос здесь приводится обычной цепью и заметим, что никакого натяжителя либо башмачка здесь нет. Поршни у нас в идеальном состоянии. Все кольца у нас подвижны, что компрессионные, что маслосъемные. А маслосъемные кольца еще идеально чистые. Стоит обратить внимание на конструкцию маслосъемных колец. Обычно в дизелях они коробчатой конструкции. Здесь же они открыты и внутрь вставлена пружинка. Также при ближайшем рассмотрении можно увидеть, что их кромки рассечены радиально. Ну а вот шатунные вкладыши нас огорчили. Они с износом, а вот на этом даже видна раковина. Также обратите внимание на большие отверстия для слива масла. Обратите внимание на толщину стенок поршней. В 90-х на поршнях не экономили. Коренные вкладыши у нас тоже с износом. Износ неравномерный, но не критический. Кольца у нас в принципе в неплохом состоянии, но следы побежалости видны. И стоит отметить, что в этом блоке есть маслофорсунки, которые служат для охлаждения поршней. Вот такой двигатель с современным рабочим объемом 1,5 литра мы сегодня разобрали. Ему уже 20 лет и он сделан с очень большим запасом прочности. Такого запаса прочности нет у современных моторов. Если вы хотите знать о моторах и коробках все, а также о других запчастях, обязательно подпишитесь на наш канал. Поставьте лайк этому видео, заходите в наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте отличные запчасти и помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг». АвтоСтронг.